Всем привет, ребятки! Вот мы и, собственно, дождались. Сейчас вы, наверное, смотрите на экран и немножко недоумеваете, о чём я. Данное видео будет посвящено предыдущему, одному из предыдущих моих видео, где я говорил про переключение видеокарт. Тогда так все дружно посмеялись. Тут как бы немного о другом. Потом Razer выпустила, собственно, Razer за 700 долларов. Ну, ребята рубят бабло, молодцы. Я их хвалю. Сейчас я попробую найти сразу этот софт. Ну, как всегда, я, знаете, ребят, от себя тянуго не... Не готовлюсь. Так. ...thick, black, anodized... ...собственно говоря... ...and in the case of the Blade 14, but not the Blade Stealth, you'll need the GPU switcher app that sits in the system tray. It's beta right now, but functionality-wise, it does what it's supposed to, allowing you to select which dedicated video card you want to use, and even remembering your preference through a system reboot. Вот, собственно, ребята, и все. Вы тогда посмеялись. Я сказал, надо софт, надо костыль. Ребята из Razer, видимо, меня услышали. Они сделали, собственно, софт. Софт-переключатель, который, собственно, и переключает одну видеокарту на другую. Так что, я, в принципе, могу записаться в Пророки, потому что это не первая технология, которую я предвидел. Но... Должен вам сказать, что, конечно... Не знаю, что оно вылазит каждый раз. Блин, ну, компьютера мощность из-за глаза, он каждый раз мне эту хрень вываливает. Ладно. Должен вам сказать, что штука, конечно... Вот это не дешевая. Ну, ладно. Про софт. Собственно, он там дальше говорил, но так как у меня на канале большинство людей просто непонимающий английский... Так... Да, ладно, не буду я крутить. Смысл заключается ровно в следующем, что даже можно переключаться в бенчмарке на лету. То есть, вот соединяете внешнюю видеокарту, софт, как костыль, отрабатывает и переключается на внутреннюю видеокарту, и видео продолжает идти. Ну, то есть, рендер идет уже на внутренней видеокарте. Также, я хочу обратить ваше внимание, что в этом ноутбуке может быть видеокарта AMD, а внешняя NVIDIA, точно так же, как внешняя AMD, внутренняя NVIDIA, все переключается, все работает. И тут я должен сказать такую вещь, ну, пускай она за днем фоне там потякает. Многие не понимают. Вот он там будет дальше говорить. Может быть, получится найти. Сейчас, секунду. Да. Вот он, собственно, говорит. Давайте посмотрим. Вот он, собственно, говорит о чем. Что он думал, что нужен будет отдельный монитор, чтобы подключить видеокарту? На самом деле нет. Как бы вам так объяснить? Это было всегда так. То есть, вот те люди, которые еще тогда, там еще лет 5 назад, подключали к старым ноутбукам, по экспресс-карте, внешние видеокарты, говорили, ну это же, вы же понимаете, нужен монитор. Нет, монитор не нужен был никогда. То, что у нас есть с вами в компьютере, я вам уже объяснял еще в прошлом видео. Можно обрабатывать видео на NVIDIA, ну, рендер на NVIDIA, а выводить изображение через AMD. Это очень все просто делается. То есть, вот он говорит о том, что он объявляется, о том, что это все работает на, собственно, встроенном мониторе. А дело-то в чем все? Идет, бежит по проводкам информация в видеокарту, там обрабатывается, как на процессоре, бежит по проводкам обратно, выдается в качестве изображения. Все. Какие провода? Какой внешний монитор? Ребят, не сходите с ума. Это не надо было тогда, это не нужно сегодня. Только что я могу сказать? Я еще раз похвалю Razer. Я просто им стоя аплодирую по той простой причине, что ребята загоняют обычный Razer и серверный блок питания, который стоит, в принципе, копейки за 700 долларов, за что им, в принципе, честь и хвала. Так разводить нужно уметь. Ну, наверное, на этом у меня все. Все, что я хотел вам сказать, все, что я вам хотел показать про софт, про Razer, в принципе, про переключение и про то, что внешний монитор не нужен, я все сказал. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ссылку на это видео я отдам в описании.